Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на набережной, а точнее на том месте, откуда отходит и куда приходит паром с Кипра. Сегодня 30 мая, с Кипра приходит первый паром в этом году и завтра обратно отправляется на Кипр в Герне. Я нахожусь недалеко от Красной Башни, мы приехали встречать первый паром, но и конечно же рассказать вам и показать, как он выглядит, сколько стоит, в какое время ходит, где можно купить билеты, об этом нам рассказал директор паромного сообщения. Директор паромного сообщений. Да, конвертия ряда, р tal removed, дорогие Resistance фигуры что бы делали Nickelабан И еще один вопрос. Еще один вопрос. Сколько часов? 3.20. 3.20. Normal. Источник. Истеком отель резервации. Отер резервации. И ордако трансфер и тур. Геми капасити. 384. 384. Ордако. Иреки. Иреки. Белет темин. Белет темин. Белет темин. Иреки. 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 Пока мы ждем паром. Расскажу и покажу вам, что здесь происходит. Подготовили вот такую вот, вот такую вот, торжественную встречу. С печеньками, с соком, с водичкой. И в цветах Алания Спор. Зеленый и оранжевый. сделали вот такие вот ворота для приезжающих. Вот так вот выглядит порт, куда приходит этот паром, и паром приходит вот на ту набережную. Также, пока я жду паром, я решила пройти до пляжа около судоверху, около крепостных стен и посмотреть, купается ли там народ. Погода очень жаркая. Я думаю, что сейчас уже не стоит говорить, сколько градусов. Дождя нет, друзья. Все, кто спрашивает про дождь, дождя нет. Сейчас еще не лето и не выходной день. И, как вы видите, народу на пляже не так уж и много. Но это, кстати, один из наших любимых пляжей. мы любим допрывать прямо вот отсюда и до самой суда верфи. Ну и, конечно же, все с нетерпением ждут парома. Паром с Кипра приплывет вот прям вот сюда. И, конечно же, Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, друзья, пойдем встречать приехавших. Я надеюсь, что нам разрешат подняться на паром и посмотреть, как он выглядит изнутри. А вот первые немногочисленные туристы. Всего 44 человека было на этом корабле. И очень много журналистов. И встречающих. И где-то здесь был Айхан. Да. Также здесь дают соки печеньки. Соки, воду. Вот так вот, друзья, мы встретили первый корабль с Кипра. И вот так вот выглядит сейчас набережная. День, час дня. 30 мая. Очень жарко. И вот на этих лодках, друзья, ночью в море выходят рыбаки ловить рыбу. Я просто мечтаю когда-нибудь вместе с ними выйти в море и тоже половить рыбу. Айхан мне все обещал, обещал. Но пока что не получается. И здесь находится вот такое вот рыбацкое кафе. Про них я вам уже очень много раз рассказывала. Народ сидит, отдыхает. Здесь подают чай, кофе, воды. Ну и тосты какой-то такой. Какие-то такие закуски. Очень приемлемые цены. Ну и, конечно же, очень красивое место. И днем здесь хорошо. И ночью очень-очень красиво. Можно любоваться лодками, морем. На улице стоит жара, друзья. Жара, жара. Ну а мы сейчас отправляемся обратно в офис. Потому что нам нужно работать, не всегда же гулять. Айхан мне уже пикает. Давай быстрее, давай быстрее. Вон он там. Вон он там на мопеде. Вон, видите, едет в голубой футболке. Ну вот так вот выглядит набережная. Мы уже на мопеде едем обратно в центр, в наш офис. Ну и что, дорогие друзья, попасть на корабль нам не удалось. Почему? Потому что там таможенная зона. В общем, нужно брать разрешение у губернатора, чтобы пройти на корабль. И просто поснимать, показать вам хотя бы интерьер, и как он выглядит изнутри. Надеюсь, что нам это удастся. Попросим разрешение, и тогда уже полностью покажем вам, как выглядит корабль. Сегодня немного пасмурно. Так, я забыла шлем. Бен шлем. Каска так, модель. Я забыла шлем. Поэтому останавливаемся и срочно надеваем шлем. Все, друзья, я надела шлем. И вы тоже, когда ездите на мопедах, на велосипедах, никогда не забывайте надевать шлем. Это очень важно. Он действительно спасает жизнь. Не только вашу, но и обязательно нужно надевать на детей. Ну, в общем, всегда на всех. Как я уже говорила, постараемся сходить к губернатору и к директору порта. Попросить разрешение на съемку. И что я говорила? А, про дожди. Многие пишут, что боятся, боятся. Приезжает дожди, дожди. Друзья, май месяц, начало июня уже скоро. Дождик сегодня шел 5 секунд. Ну, максимум 10 секунд он так покапал, и тучи разошлись. На днях тоже был такой же дождик. И как пишут, я не смотрела прогноз погоды, Но, как вы говорите, что пишут, что в Алане идут дожди, грозы и так далее. Не было такого. В мае такого не было. Поэтому приезжайте и не бойтесь. Если говорить о том, поедем мы на этом корабле до Кипра или нет, я пока что не знаю. Возможно, да, может быть, летом. Но об этом вы узнаете в другом видео. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. И приезжайте в солнечную Аланию.